Благодаря Новоторгской ярмарке Именно Тверь стала на эти дни столицей меховой моды Задача конкурсантов удовлетворить вкусы самых разных людей Эта цель объединяет профессионалов в единый меховой альянс Фабрики продемонстрировали более 200 шуб и дубленок Перед конкурсантами стояла сложная задача Показать красивые теплые шубы по конкурентно способной цене Важно, чтобы то, что будет представлено на подиуме Можно было носить в повседневной жизни Это должны быть практичные вещи для долгой русской зимы Меховая одежда – неотъемлемая часть русской культуры Уверена Надежда Бабкина Народная артистка России очень любит натуральный мех И рада оценить новейшие достижения мастеров меховой моды Я получила огромное неизгладимое впечатление, большое удовольствие Потому что это творчество, это меха, это русские традиции У нас холодные зимы и вообще это принято было на Руси с издревле Все цари ходили в дорогих красивых шубах А сегодня технологии позволяют придумывать бюджетные изделия Но очень модные, современные, молодежные и постарше Это здорово Участников и гостей конкурса ждали лекции ведущих специалистов в области индустрии меха Маркетинга, дизайна и истории моды Деловое и неформальное общение, богатая культурно-развлекательная программа И незабываемые встречи с известными людьми Такими как маэстро моды Александр Васильев Известные меховые фабрики России, Турции, Латвии и Китая Представили на конкурсе свои коллекции шуб и дубленок Соревнование проходило по следующим номинациям Овчина, нутрия, верхняя женская одежда, норка, каракуль, верхняя женская одежда, меховая одежда для мужчин, эклектика и дизайн в мехе Оценить коллекции предстояло экспертному жюри Этому был посвящен второй день работы форума Работы оценивались по таким параметрам, как стилистическое единство и образность коллекции Оригинальность и соответствие названия, конкурентная способность изделия на рынке, новизна дизайнерских решений и качество мехового сырья Главной частью второго международного конкурса «Меховая промышленная мода-2013» стала церемония награждения и галопоказ в царстве меха Не оставил равнодушным и выступление Надежды Бабкиной Конкурс стал еще одним уверенным шагом На пути к созданию профессионального альянса специалистов в области меховой промышленной моды Руководители меховых фабрик Пятигорска, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Стамбула и Пекина, зверохозяйства Тверской области боролись за победу Победители номинации ждали награды Специальный приз конкурса «Новоторжская куница», диплом победителя и денежное вознаграждение от 500 до миллиона рублей в зависимости от номинации То, что я вижу, это, безусловно, рост и для конкурса второго международного, и для новоторжской ярмарки, и для наших участников Растет число участников, растет число коллекций, представленных на конкурсе Выше качество изделий, которых мы видим, лучший дизайн И это все происходит у нас в городе Это очень приятно, это очень радует Очень понравилась и хорек, и понравилась бобер, и понравилась норка Сам мех мне понравился Выделка? Выделка, да, качество, цвет Международный конкурс «Меховая промышленная мода-2013» стал самым важным и ярким событием для Тверского края и России в меховой промышленности и торговле мехами